Посольство Благословенного Царства Божьего Поделите нашу радость вместе с нами и будьте благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня Мою жизнь искупил, дал замет свою Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты со собой Так многоценно для меня твоя любовь И мой Господь, люблю тебя И лишь для тебя вся жизнь моя Ты мой Господь, люблю тебя И лишь для тебя вся жизнь моя Иисус, Иисус, слава тебе Ты мастер мой, ты мой покой Твоя любовь всегда со мной Иисус, Иисус, слава тебе Я люблю тебя Ты мой Господь, люблю тебя И лишь для тебя вся жизнь моя Иисус, Иисус, слава тебе Ты мастер мой, ты мой покой Твоя любовь всегда со мной Иисус, Иисус, слава тебе Я не забуду никогда все, что ты сделал для меня Мою жизнь искупил, дал замет свою Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой Так многоценно для меня твоя любовь Я не забуду никогда Я не забуду никогда Все, что ты сделал для меня Мою жизнь искупил, дал замет свою Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой Так многоценно для меня твоя любовь Я не забуду никогда Я не забуду никогда Я не забуду никогда Все, что ты сделал для меня Мою жизнь искупил, дал замет свою Теперь навеки я с тобой, меня ведешь ты за собой Так многоценно для меня Так многоценно для меня Твоя любовь Я не забуду никогда Я не забуду никогда Я не забуду никогда Я не забуду иногда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Аплодисменты. 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 и друг с детства слава богу when i was coming in the plane когда я прилетел на самолете it was a big plane it was a big plane lots of ukrainians in the plane a big mighty plane but i discovered something i was the only black man in plane and i have a friend in ukraine how is he living the lord made me to know i'm coming to see the father of a nation this is a new nation this is a new nation this is the church of the new testament this is the church of the new testament sometimes as preachers we want people to be like us if you get saved in 1955 or 1960 you want people to be like 1950s and everybody that is not dressed that is not looking like 1950s when i came to this church i am like somebody in the bible and her name is my girlfriend yeah i mean what i said she's my girlfriend the queen of shiba when the queen of shiba came to solomon she saw the ministers of god she saw the musicians the attendants of his servants and the joy on all the faces of his children the bible says there is no more spirit in her there is no more spirit she felt faint she felt faint yesterday when i got home i called my host i said do you know what happened today i said do you know what happened today i said do you know what happened today can you tell me how many people got saved today вы можете мне сказать сколько людей спаслось сегодня Olga, one of the daughters said about 1,200 8,000 no, 1,200 Tatiana, my host said about 8,000 i said i said maybe about 700 я внутри себя думал ну где-то 700 i told them don't ever forget this in your life он говорит никогда в своей жизни не забудьте этого it's not ordinary when somebody gets born again 700, 8,000 saved that is the whole population of the church in England 700 человек которые вчера спаслись здесь или тысяча которые вчера получили получили спасение на этом месте это вообще это я вам скажу это количество людей самой большой церкви в Англии and God is there when there's when souls are being saved God is among them и вы знаете когда они принимали спасение Бог был среди них the joy you are experiencing in this church та радость которую вы имеете в этой церкви is because of the salvation of souls это потому что в этой церкви есть спасение душ здесь люди спасаются в Англии люди даже деньги платят чтобы люди приходили в церковь the churches in England they are selling their churches to the government to private companies all the old churches they are closing down and here we are I want to say the American preacher maybe he ran away because of me because I want to tell him something he's been preaching about me I want to be like Sunday I want to be like Sunday I want to be like Sunday the Bible says in the book of Acts chapter 16 I think it's verse 9 and a vision appeared to Paul in the night there stood a man of Macedonia and prayed me saying come over to Macedonia and help us how many of us love England помоги нам в Македонии я хочу спросить кто из вас вы любите Англию please let's stand up on our feet please если вы любите Англию я попрошу вас пожалуйста поднимитесь на ноги now here comes the test come over to Macedonia and help us how many of us how many of us how many people here as many of us standing up on the news не садитесь не садитесь не садитесь once passed a Sunday to come to England for one year я хочу я хочу просить вас сейчас те которые встали нужно чтобы тысяча тысяча из вас вы приехали в Англию хотя бы на один год стоп 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 кто из вас я хочу спросить те кто стоит сейчас кто из вас согласен отпустить пастора Сундея в Англию на один год но но вы же сказали вы любите Англию только на один год отпустите его тогда я хочу бросать вам вызов я хочу чтобы тот дух который есть в пасторе Сундея на его жизни чтобы он был такой же в моей жизни вы должны чтобы вы молились за меня before we do и прежде чем мы совершим эту молитву we used to call our пастор a nickname и есть такое как бы имя ну прозвище которое мы называли нашего пастора в детстве his name is Сунде of Idomila это Сунде из Idomila Idomila Сунде из Idomila you try you try but now when I was reading the Bible но сегодня когда я сейчас читал Библию I was made to understand that your pastor Сунде ваш пастор Сунде is from the lineage of David он происходит из генеалогического дерева линии Давида his character the way David David King David Царь Давид took the nation by storm он by storm он потряс целый народ slayed Goliath он сразил Голиафа and he began to rule the nation humbly и он через он смирением начал прав через смирение начал править народом out came one of his descendants и это вышло это стало его сущностью Jeho 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 И Украина, я вижу, что она станет еще более великой. Потому что в этой стране есть пастор. И в спорт. И в экономике. И в технологии. Украина станет еще более великой страной. Я приглашаю весь мир. Я приглашаю служителей и пасторей со всего мира. Я приглашаю, чтобы вы приехали на Украину. Придите и вы увидите, что такое церковь. Церковь 21 века. В Англии. Если вы придете в церковь. Они могут прийти в церковь. Но вы увидите, что интересно обнаружите. Люди смотрят на часы. Потому что в Англии. Так много спорт. Регби. Реслия. Украинцы. Я благодарю Бога за вас. Не потеряйте, не утратьте эту возможность, которая есть у вас. Дети, которых видели вы сегодня утром здесь. Они не забудут Бога. Они не забудут Господа. Многие люди сегодня. Многие люди сегодня. Некоторые из этих детей, может быть, даже родители их не запланировали. Они не запланированно появились. Но независимо от того, были ли они запланированы или не были они запланированы. У Бога теперь есть замечательный и чудный план для их жизни. И ту стратегию, которую я изучил и получил для своей жизни. Я слышал об этом еще раньше. Но тогда я этого не понял. Я читал это в книгах. There was a man. He used to walk for Satan. Work? He used to walk. He said the way they get people into Satan. они организовывают клубы атлетик клуб гэтфит боевые яхт клубы экспедициях и это то как они забирают людей для того чтобы они служили сатане приобретают их души для дьявола и в церкви в Англии мы пробовали одну стратегию мы начали молиться и начали ходить и стучать в двери и когда люди говорят, что большая библия как эта и когда люди видели библии, которые были в руках они сразу закрывали двери но почему же мы не могли это изменить и использовать эту стратегию почему мы не могли понять и изменить эту стратегию и вопрос, который я задаю сам себе где я буду делать после того как я уеду отсюда я хочу чтобы церковь и мой дорогой друг пастор сандэй вы молились за меня спасибо вы знаете почему то что он имел виду что пастор сандэй из колена вы помните сандэй в библии танцевал что он видел этот дух и не только вот этот дух он говорит что и много вещей которые делаются в этой церкви если вы последуете за поколение сарей которые произошли от Давида как и Иосифат, Соломон он видел мудрость как у Соломона он видел то что савская сариса видела что у людей которые служат он говорит точно у него у вас тоже это есть здесь но Иосифат шел на войну с проставлением впереди и вы тоже шел на стражение шли на стражение и за землю и получили но с проставлением впереди он говорит что да это помазание на нас поэтому он просит чтобы мы сейчас помолились за него давайте станем простите пожалуйста руки сюда если одноклассник и друг а вы знаете что самое тяжелое это чтобы твой друг признал благодать Божию потому что обычно нет пророка в своем отечестве легче далекий признать но только не свои а когда человек это делает значит действительно есть смирение когда человек который я же сказал вам что он был отличником в школе а я гулял в это время что когда он теперь просит увидел Божию благодать и просит чтобы мы помолились за него то действительно видно что это Бог и я хочу чтобы действительно перешло на него то что Бог дал нам честно если бы это было моей силы я бы сам просто снял это и бы дал ему потому что это он прежде всего но жажда его и вера его достанет ему эту благодать возьми микрофон мой мой микрофон держи что ты как девушка нормально держи ой 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 Мой Бог и Господь, ты источник всякой благости, ты источник всякой мудрости, ты источник всякого величия. Мой Бог, я хочу моего друга и товарища, и прошу тебе Божий, чтобы ты своей рукой сам, вы свободе и вы свободе, особую премудрость, особую благодать, особую жажду по Богу, особую Господь помазанья, особую мой Иисус, Сыну Духа Святого и благодать и апостолства, я высвобождал на моего брата, чтобы ими он вернулся в Англию, и чтобы этой благодатью и апостолства, чтобы он начинал покорять Англию, Власть у Бога именем Твоим, во имя Иисуса Христа, Боже, прикаснись к твоему Сену сейчас. Боже, прикаснись к твоему Сену сейчас. Боже, прикаснись к твоему Сену сейчас. И мы также хотим пригласить к нам нашего любимого и дорогого гостя Пастыря Бориса, который тоже хочет поздравить нашу церковь с праздником. Встречайте. Здравствуйте, пастыр. Здравствуйте, товарищи послы. О, нормальный посольский клич. Нормальный. И совершенно никакие допинги, типа посольской водки и тому подобное, не нужны настоящим послам. Никакие допинги. Потому что все время есть внутри каждого настоящего посла тот, кто его послал и тот, кто идет с ним. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы не обратите внимания. Так приятно. Просто красота вообще. Здорово. Просто здорово. У меня такое поздравление. Завтра начинается еврейская Пасха. Вы знаете, что настоящая полная Пасха, она длится 8 дней. И празднование Воскресения Иисуса Христа – это кульминация полной Пасхи, которую праздновали все апостолы, все первое поколение верующие. У вас есть шанс в этом году отпраздновать полную Пасху. И я со своей стороны, наша община постарались, чтобы у пастора Сандея была тоже такая скромная возможность. Я подготовил такую чашу. Это старая еврейская чаша для освящения праздника. Аллюя! Почему я это сделал? Потому что, во-первых, евреи. А потом юдины. А потом юдины. Поверпы евреи, а потом елины. Во, первое, я даю. Даю первое. Вот я попал. Представляете? Вот это честь. Ну и ответственность представляет такой народ. Ну хорошо. И это мой подарок. А это наша община. Они выбрали тоже. Я даже не знал, что они выберут. Они взяли и выбрали, и достали такое праздничное блюдо с благословениями на новый дом. Значит, первое, что я хочу сказать. Я так поразился. Во-первых, они не знали ничего о тайной молитве пастора Сандея о новом доме от Господа. О новом доме от Господа. И во-вторых, это было до того, как вам подписали разрешение на землю для строительства дома для Божьей Церкви. До этого. Это купили до этого. И вы знаете, я понял, что есть в нашей общине люди, водимые Духом Божьим. Я только прочту, что здесь написано. Ну, тут написано на еврейском языке. Поэтому мало кто здесь меня проверит. Поэтому я, конечно, мог бы и сымпровизировать. Но рядом с пастырем Сандеем опасно импровизировать. Тут написано, да не войдет в эти ворота никакая печаль. Да не войдет в этот дом никакое зло. Да не войдет в этот дом никакой внезапный страх. Бешем Иешуа Машиях во имя Иисуса Христа. И хочу сказать, дорогие, что в Доме Божьем от домостроителей требуется, чтобы они были верными. Верными, верными. У вас есть пример верного домостроителя. И я благодарю всех пастырей, лидеров, от целого ряда еврейских общин, Украины и не только. Я благодарю посольство Божие, детей Божьих в этой славной церкви. Благодарю за верность верному домостроителю. За верность Божьему призванию в его жизни, Божьему ведению через него. И тому огню Божьей любви, который через него горит и распространяется уже по многим странам. Спасибо вам за это. Спасибо, дорогие. Спасибо. И последнее, что я хотел сказать. Верность проверяется не началом. Верность проверяется не началом. Я проверял, можно ли такое сказать на празднике. Но просто несколько раз я имел утверждение Духа Божьего. Сказать об этом. Что верность проверяется не началом. Верность проверяется пройденным путем. И особенно его трудными участками. Поэтому, дорогая, любимая, многими нормальными евреями церковь, хочу вам сказать. Послушайте. У великих мужей Божьих были десятки, сотни тысяч и миллионы, миллионы соратников. Когда они поднимались, и Бог явно благословлял. И когда множество признавали помазание и силу, и власть, и славу. Но, когда они проходили трудные этапы, иногда из этих миллионов, оставались маленькие проценты. И я очень прошу вас. Я очень вас прошу. Я просто настолько сильно вас прошу об этом. Друзья, пожалуйста, будьте верны верному домостроителю в любое время. В любое время. На любых этапах. Какие бы испытания не пришлось пережить, вам или ему, или церкви. Будьте верны. Потому что тогда определится, верны ли вы Господу. Верны ли вы Богу. И сможете ли вы быть названы верными в конце. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Аллилуйя. Уже унесли мою тарелку. Просят батарейку поменять. Не, не надо поменять. Просто тарелку, которую принесли под нос. Но ничего, я все равно получу дома. Я хочу сказать, пастору Барис, вам, что пастор Барис, безусловно, самый мудрый пастор в городе. Барис, безусловно, самый мудрый пастор в городе. Он же вообще не из Африки, да? Но может быть у нас что-то общее. Потому что евреи сначала гнали, а теперь африканцы гонят. Значит, мы в одном. Но в отличие от меня, его очень любят пастори по всей Украине. Но, к сожалению, большая опасность в том, что все пастори, которые его любят, некоторые из них на дух, как мы говорим, на дух меня даже не переносим. И он рискуя, you know, дружбы с этими людьми, не скрываясь мою дружбу со мной. Это большое сердце. И он старается исполнить роль мудрого израильного дипломата, который старается объяснить им, почему санды не традициональны, не такой, как они думают. И что мы не такие плохие, как они думают. И что санды где-то должен быть, ну, что он понял, что санды где-то нормальный. И что он старается идти им, говорит, что все в порядке. Чтобы они, он даже доходит до такой, что он доходит, он даже иногда им говорит, вы сами идите, посмотрите. Но почему-то не идут, что-то у тебя плохо получается. Дайте посмотреть, не приходи. Церковь, ваша молитва за еврейский народ творит чудеса. То бремя, которое есть у пастора Сандея. И за еврейский народ уже произвело удивительный плод. И продолжает умножать этот плод в Украине, России, Польше и других странах. Вы себе представить не можете, насколько это важно для церкви последнего времени. Пастор, очень важно, что ты начал об этом говорить. Наверное, в следующем годовщине мы это сделаем. Надо будет... Элло, все наши пасторы, а кто еще остался, послушайте меня. У меня есть видение. Я это говорю на пасцу. Я это говорю на пасторском. Чтобы наша церковь, все наши церкви, начали, помогли начать хотя бы одну еврейскую церковь. Каждая из церковь должна помочь создать, либо при себе, либо в независимом своем городе, но должна помочь образовать и создать еще одну еврейскую церковь. В каждом городе. Почему это важно? Потому что... Если мы забудем, откуда Бог нас понял, христианство началось с евреями. Я получаю это откровение. Во-первых, людей. И я верю, если мы будем помогать спасаться евреям, то, что мы будем помогать спасаться евреям, АПЛОДИСМЕНТЫ Можете быть, я не такой... Можете быть, я не такой... Можете быть, я не такой агитатур, я не проповеду, я бы там, я не выступаю, я не делаю концерты, но я жду дэном даказат это. И я праброшаю, капсием нашим серквиам. То есть мы, пасовство Божие, будем способствовать созданию еврейской миссии. Если у вас есть евреи, спасайте их, приводите их в церковь. Но еще лучше, если у вас есть пасторы, обучайте их у них, поставьте их пасторами, как душевная церковь. Или же, если у вас нет пастора, они готовы. У нас есть согласование с пастором Борисом, что они дадут нам пастора. Они дадут, если у вас нет служителей, они дадут все. Они помогут нашать, они нашнут, и они поставят даже пасторам. Мы будем условить, только чтобы так, как через евреи мы спаслись, чтобы теперь, во время нашей благодати, мы помогли им спасаться. Аллилуйя. Спасибо за твой труд. Он делает большой труд. Может быть, не для нашей церкви, он, конечно, приходит в центральную церковь, тот, кто не ходит в центральную церковь, и иногда помогает мне раздонести мою проповеду. Но помимо того, у него большой труд со мной лично. Поэтому спасибо за все эти вещи. На сцену приглашается Александр Дзиуба-Пастер из Москвы со своей командой. Аллилуйя. Приветствуйте, приветствуйте. Вот так. Аллилуйя. Мы приехали не сами. Пастор Борис уже сказал, что мы умноженный сноб или плод посольства Божьего здесь, на Украине. Поэтому, друзья, это наш сноб в России. Вот мы привезли его с собой, для того, чтобы вы увидели, что церковь в Москве, она не стоит на месте, она движется, она прогрессирует, и она несет Царство Божье. Аллилуйя. Пастор Санда и пастор Боси, мы, наверное, хотели вас пригласить. Я понимаю, что на конференциях всегда тяжело. Постоянно нужно выходить на сцену. Но уже, пользуясь возможностью, в феврале вы у нас стояли на сцене в Москве. Теперь мы стоим здесь, у себя дома. Вообще здорово осознавать, что Бог поднимает сегодня церковь в Киеве, на Украине, на мировой уровень. И я просто еще раз утверждаю в том, что есть это помазание, есть это благодать, благодать для мирового служения. Я помню, 10 лет назад, когда я попал в ДК Росток, мне сказали, что там есть один африканец, и он танцует на стульях, прославляя Бога. И я просто ради интереса решил зайти туда. Это такой был грязный дворец культуры. Но сейчас, 10 лет спустя, просто приятно стоять вообще на этой сцене, смотреть, как Бог возвышает свой народ, возвышает своего помазанника. Давайте Господу дадим славу. Аллилуйя. Бог оставался верным нам 10 лет. Вы знаете, я хочу сказать, что так должно быть. Я когда попал туда 10 лет назад, я увидел пастора, ну, по-другому быть просто не может. Хотя это был, может быть, самый грязный дворец культуры, но я видел в его сердце, ну, большой масштаб. Я видел большую благодать. Придет время, и церковь будет занимать лучшее здание не только в этом, ну, в этом городе, в этой стране, но также по всем странам, во всех народах. И я как свидетель этой благодати сегодня стою здесь. Года назад мы уехали с Украины, и Бог мне сказал ехать в Россию, ехать в Москву. Мы поехали с командой в лице моей жены, в лице пастора Жени. Вот, я знаю, что здесь Максим сидит, и мы приехали для того, чтобы начинать церковь с нуля. Мы сняли квартиру, начали домашнюю группу. Я знаю, что многие из вас, вы это знаете, но в феврале мы уже отпраздновали наше двух, ну, двухлетие, двухлетие нашей церкви. И действительно, Бог потрясающую работу сегодня делает в Москве. Мы начали работать с Алко-Наркозависимыми. Здесь Ирина, есть лидер. Вот, она занимается этим служением. Мы также работаем сегодня с молодежью. Церковь распространяется. У меня было откровение, что мы не едем просто делать церковь или открывать церковь для какого-то здания. Но я знаю, что мы едем для того, чтобы принести Царство Божье в Россию. И я знаю, что Бог, Он благоставляет нас в этом видении. Вот, я хочу, может быть, пару слов поостановить. Жене тоже. Есть потрясающая работа. Я вижу, что Бог дает потрясающую вообще благодать. И это действительно благодать для миссионерства. Благодать для миссионерства. Это потрясающе. И я вижу, что как Бог открывает дверь. Все говорят, что в Москве невозможно начинать церковь. Церковь не растут. Они праздновали второй год в феврале. И уже больше, по-моему, 600 человек в церкви за два года. Мы открыли также миссионерский центр. В этом году он начал уже поэтапно работать. И где-то около 60 церквей. Мы сейчас наладили отношения около 60 церквей, которые выходят на встречу, которые хотят сотрудничать, ищут помощи. И я просто вижу все то, что Бог делает здесь, в Киеве. Просто по своей благодати Он распространяет через тех служителей, которые выезжают также в другие народы. Аллилуйя! Добрый день еще раз все гости и церковь. И также поздравляем вас. И пастор попросил, чтобы я рассказал немножко о той молодежной работе, которую мы делаем. Мы зарегистрировали молодежную организацию, светскую молодежную организацию в Москве, региональную, для московской организации молодежную. И мы взялись за техникумы и институты Москвы. И вы знаете, на самом деле, я даже не ожидал, что это как болото, в хорошем смысле. И я даже не думал, что все так получится, потому что мы вступили только одной ногой в один техникум простой. И сейчас уже этот директор этого техникума, она нам отдает весь институтский городок. Я говорю, если вы беретесь, мы вам даем офис, мы вам даем все вокруг, мы отдаем вам все. Проповедуйте, говорите. Наверное, этот директор подумал, что ты гугл, молодости. На самом деле, Бог дает такое расположение. Они влюбились просто. Они влюбились в нашу молодежь. Мы недавно провели ток-шоу прямо в техникуме о разврате. И вы знаете, молодежь перессорилась на ток-шоу. Девчонки мирские, девчонки с парнями. Ну просто, на самом деле, Бог так пришел. Они все передумали обо всем. И вы знаете, мы также открыли молодежный клуб. Это христианские дискотеки в Москве. И вы знаете, многие церкви, конечно, немножко это восприняли не очень хорошо. Но мирская молодежь приходит. И вы посмотрите, 70% на сцене даже стоит молодежи. И я знаю, 50-60% нашей церкви это молодые люди. Это молодежь. А если молодежь, вы понимаете, это будущее. И так же сейчас, буквально два дня назад, 2 апреля, пока мы были здесь, там на базе уже тоже одного техникума, мы открыли профессиональную, светскую, театральную студию. Для мира. Для мирских, для верующих, для всех, кого можно. Ее возглавил один брат, 4 года отсидел. И сейчас директор этой студии, театральной. И он, ну, он в паре с одной женщиной. Она снялась в 27 фильмах в Советский Союз. В 7 из них главной роли. Это Светлана Дирина. Вот. Она снимала детские художественные фильмы и документальные в Голливуде. И сейчас она приехала сюда, и мы вместе совместно открыли драматическую студию, театр-студию. Вот. Поэтому Бог движется, и на самом деле есть благодать. И спасибо нашему пастору Саше, и спасибо пастору Сандею огромный и вам низкий поклон за эту мудрость, в которой он нас снарядил для того, чтобы мы поехали. Потому что мы уехали, ну, можно ехать с огнем, но я знаю, что многие едут с огнем, и у многих, ну, не получается. Но спасибо огромное пастор Сандей и пастор Боси за мудрость, которой вы снарядили нас. Вот. Потому что это самое ценное. Это самое ценное работать с людьми и строить грамотно. Вот. Поэтому огромное вам спасибо за это. Тихо. пастор меня заставляет, чтобы я прочел один стих, но он такой, смешной, стих просто в ободрении украинским миссионерам на русскую тему. Он короткий. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, Иисусу будет отдана. Ведь будут схватки боевые, это говорят еще такие, что позабудется Россия, а не Бородина. Россия мощная держава, вон сколько войн провела. Но вы поймите, нет страшней Христом зажженного хохла. Я понял, дядя, к нам в Россию опять идет большой пожар, и он зажжет тут как солому весь этот дьявольский кошмар. Спасибо. Аллюля. Аллюля. Родные мои, я вас поздравляю еще раз с десятилетием. Много мы говорили сегодня о реформации, и я на четвертый день только очень хорошо понял, что это такое. Просто я пережил сегодня, что-то вот на сегодняшнем утреннем собрании вот пастор Джозеф Матера говорил проповедь такую, я скажу по секрету, что ее больше нигде нельзя читать, кроме в Киеве. Киев готов сейчас для такой проповеди. И поэтому я хочу спеть песню, которая называется «Бог пришел на Украину». «Бог есть свет» и истинно то, «Бог есть жизнь» и «Жарствующим он ее дает». «Бог есть жизнь» и «Жарствующим он ее дает». «Бог пришел на Украину» и «Жарствующим он ее дает». «Бог пришел на Украину» и «Жарствующим он ее дает». «Бог пришел на Украину» и «Жарствующим он ее дает» и «Жарствующим он ее дает». «Бог пришел на Украину» и «Жарствующим он ее дает». «Потому что Божье время, время пробуждения пришло». «Бог сказал, что если люди день и ночь, ища его лица, стучаться в небо будут». Он придет, благословит и земли наши исцелит Наполнит нас собой и научит любить, как Он Бог пришел на Украину своего прославить Сына Что на крест болезни наши и грехи понес Бог идет по Украине и никто не остановит Потому что вовсе время, время пробуждения пришел Бог пришел на Украину своего прославить Сына Что на крест болезни наши и грехи понес Бог идет по Украине и никто не остановит Потому что позже время, потому что позже время Потому что позже время, время пробуждения пришло Потому что позже время, потому что позже время Потому что позже время, время пробуждения пришло Родные мои, поздравляю вас Аллилуйя! Аллилуйя! Пой! Господу пой! Аллилуйя! Пой! Господу пой! Аллилуйя! Пой! Господу пой! Аллилуйя! Пой! Господу пой! Аллилуйя! Пой! Бог пришел на Украину своего прославить Сына Бог пришёл на Украину, своего красавицына Слава Господу, поздравляем вас, поздравляем вас, поэтому я прошу вас, пройдите, пожалуйста, сюда, вы пройдите в эту дверь, пожалуйста, помолимся за вас, а потом вы вернёте сюда, хорошо? Помолимся за вас, а потом вы вернёте, пройдите, пожалуйста, сюда, аплодисменты, сюда, давайте, станды, будем поклоняться, сару, саре. Отпойте свой дух сегодня, будем поклоняться Господом, будем готовиться к слову. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok с вашим юбилеем happy birthday с днем рождения I can't tell you how elated we are at your responsiveness to the spirit of God how happy we are вы не представляете насколько мы счастливы увидеть такое божье движение здесь на Украине we just saw the evidence of it here with our visitors from outside of Kiev if you noticed Pastor Sundy asked these people who they were and hundreds of them indicated that they were people from out of town и буквально сотни подняли руки что они не киевляне so do you realize what we all just watched то есть вот вы представляете что только что мы здесь увидели do you know that the Ukraine might be one of the easiest places to be baptized in the Holy Spirit in the world now вы можете себе как бы вы можете понять что сейчас я думаю Украина является той страной где легче всего в мире креститься Духом Святым hallelujah because those those people had just been sitting in the service потому что эти люди они вот здесь сидели на служениях они не слышали какие-то длительные библейские уроки никто их этому длительно не учил но они почему-то решили выйти сюда это Дух Святой явно притянул их because they'd been watching you worship and they'd heard the testimonies почему потому что они видели как тысячи людей вокруг молятся на иных языках они видели как вы поклоняетесь Богу на иных языках and they decided they wanted what was inside of you и это дало им такую неимоверную жажду креститься Духом Святым тоже hallelujah hallelujah God has established a covenant with you and your church Бог заключил завет с вами с вашей церковью as you continue to pray God will multiply and multiply and multiply you and your church и по мере того вы будете продолжать молиться молиться и молиться Бог будет умножать ваше служение вашей церкви the next 10 years are going to be better than the last 10 years следующие 10 лет будут гораздо превосходить прошедшие 10 лет аминь аминь so the Spirit of the Lord spoke to me before I came here about this idea from the scriptures и Дух Божий проговорил мне перед тем как я вышел сюда на эту сцену об этих местах писания в Галатах 3 главе 14 стихе написано Галатам 3.14 He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ so that by faith we might receive the promise of the Spirit Галатам 3.14 дабы благословения Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников чтобы нам получить обещанного духа верою so that means every blessing that was promised to Abraham in the Old Testament is available to you in the New Testament это означает что все благословения которые Бог пообещал Аврааму в Ветхом Завете они принадлежат сейчас вам в Новом Завете and it's available to you through your faith in the Lord Jesus Christ и почему эти обещания принадлежат вам потому что вы уверовали во Христа Иисуса и именно по вере во Христа Иисуса мы можем получить обещанного Духа Святого и мы имеем право просить у Бога и получить у Бога все что он обещал Аврааму в Галатах 3 главе 29 стихе the Bible says if you belong to Christ then you are Abraham's seed and heirs according to the promise Библия говорит если же вы Христовы то вы семя Авраамова и по обетованию наследники so that means everything since you are in Christ everything promised to Abraham is yours now let's look at some of the things that were promised to Abraham in Genesis 12 chapter starting with verse 2 the promises of Abraham begin here the Bible says I will make you into a great nation we've heard many people say here over these four days that God is going to make the Ukraine into a great nation because of this church God promised I will bless you and we've heard over these four days over and over again how God has changed us from being under a curse into being in a position where we're blessed here the Bible says to or God says to Abraham I will make your name great and here we're all amazed pastor Sunday pastor Sunday's wife all of us are amazed at how people are starting to whisper about you all over the world God said to Abraham and you will be a blessing I know that you're a blessing to me and you're a blessing to millions of people all over the world then God said to Abraham I will bless those who bless you and what you will notice more and more is as people bless you a blessing will come on them and whoever curses you I will curse now oddly enough when this blessing starts to work in your life you'll notice how God will defend you you don't need to hate your enemies anymore you can love your enemies you can pray for those who persecute you you can turn the other cheek you can forgive those who hurt you and betray you because God is your defender now that you are under the blessing so here it says and all the peoples on the earth will be blessed through you hallelujah think of it everybody i was raised on a farm on a pig farm pastor sunday was raised in a village in nigeria 200 people 40 houses or huts huts 40 huts in his village i was a little boy scraping pig pens and think about you we've mentioned bishop david oedepo several times here he pastures the largest church building in the world he was raised in a little obscure african village now he pastures 100,000 people his children are all receiving the best educations in the world and his children will pastor more people than he pastors so he's better off than his parents were and his children will be better off than he is and his grandchildren will be better off than his children that's the blessing that's in store for you some of you are breaking the curse in your family you're starting a generation of blessing in your family and so you will appropriate blessing and your children will receive it and their children will receive an even greater blessing so that's why the bible says and all the peoples on the earth will be blessed through you in 40 years you'll look back at today and talk about how small this church is because there will be many churches this size in 40 years and your church will be huge hallelujah so since this is a blessing for Abraham and you are of the seed of Abraham this blessing is for you Genesis 12 7 repeats it it says the Lord appeared to Abraham and said so since you are in Jesus Christ it's just as if the Lord appears to you and said now pay attention everybody it says I will give this land to you and your offspring I will give this land now here's the way it works everyone you will invest in building this church you will send out church planters you will penetrate different areas of your society and you will take a great deal of the land and the blessing that you appropriate will multiply in you and your children will take even more of the land but notice that God wants to give you and your family this land chapter 13 verse 14 the Lord said to Abram after Lot had parted from him lift up your eyes from where you are and look north and south and east and west all the land that you see I will give to you and your offspring forever I will make your offspring like the dust of the earth so that if anyone could count the dust then your offspring could be counted go walk through the length and the breadth of the land for I am giving it to you now everybody the spirit of the Lord is saying that God is giving you this land now if you'll and then he says go take it walk the land if you'll notice all the way through the Bible when God establishes covenant with people say this different in the life of Abraham as God establishes covenant he always gives them two things he gives them many descendants and he gives them great land it is God's plan for every one of you to have many children God wants us to have children physically but he also wants us to have children spiritually that's why every one of you are in ministry so that every one of you will have children in the Lord and God wants every one of you to have land just as God promised Abraham land and descendants so God is promising you land and descendants but all of you know from the life of Abraham that he had to obey the Lord properly in order for his descendants to be right and then he had to take the land foot by foot as he progressed so every one of us must do that have you all noticed Pastor Sunday's children here some some them are ex drug addicts some of them were homeless children some of them were alcoholics some of them are politicians and notable people and outstanding people I remember yesterday there was a white haired mature woman that looked at Sunday and she said I am your daughter so that's God's plan for you that every one of you would have ministry so you could produce children offspring descendant and God wants you to have land real estate God wants you to have some property God wants you to own something and so every one of you start planning start dreaming about what does God want me to own then start planning and saving and developing now think with me a moment everybody every time ungodly people come into power they tell people they should not have children did I say ungodly people yes okay good they they want to limit influence and they tell people you cannot own property because they don't want people to have things but but you see the God of Abraham Isaac and Jacob thinks differently he wants you to be influential so that you can make the world a better place and he wants you to own something so you'll have to care for it and honor him with it so no matter what you own take care of it as if it were really the Lord's and manage your life wisely so your possessions multiply and manage your life in a godly way so that your influence multiplies and you have many children I love pastoring the church I pastor when I walk in many children come up and want to hug me they're spiritually my children and there are teenagers that love me and there are college students that look at me affectionately and there are adults that want to be with me and spend time with me they're my children in the Lord it's a wonderful blessing and as we see one another and admire one another and love one another and encourage one another and strengthen one another it's a wonderful blessing in Jesus so we give gifts to one another and we have parties for one another every one of you think of a way that you can show your love to somebody else by giving a gift or sending a card pray and fast and use your talents to develop children in the Lord to honor them and bless them and plan your finances so that you can own things and you can be a blessing with those things you may say oh I'm too poor for that but if you'll pray and live for God God will give you a better idea you be faithful and be honorable and serve and God will bless you and your descendants genesis 15 5 says he took him outside and said look up at the heavens and count the stars if indeed you can count them then he said to him so shall your offspring be then since Abram believed that Abram believed the Lord and it was credited to him as righteousness so God said you've got to have lots of descendants Abraham believed it and God credited it to him as righteousness then notice what God said to him in response verse 7 says he also said to him I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans that's like brought you off the farm to give you this land to take possession of it that's what God is saying to you and you may say what Abram said here oh Lord how can it work but then you'll notice in the scripture God demonstrates how much he desires to give this to Abraham in chapter 17 verse 1 it says when Abram was 99 years old the Lord appeared to him and said I am God Almighty walk before me and be blameless I will confirm my covenant between me and you and will greatly 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 increase your numbers then Abraham fell face down and God said to him as for me this is my covenant with you you will be the father of many nations listen to me everybody this is yours in Christ Jesus our Lord in chapter 22 verse 17 the Bible says I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore your descendants will take possession of the cities of their enemies and then here the Bible says and through your offspring everybody say my children say it out loud my children and through your children all nations on earth will be blessed because you have obeyed me now everyone I could continue to read more and more verses in all my years of ministry I have never gone over these verses when I've gone to a church to speak I've never preached this sermon before I've preached it in my own church in Colorado Springs because there's the faith in our church in Colorado Springs to make a difference in our nation this is the only other church I've seen in the world where God is saying these verses are alive in your spirit and they are prophetically and biblically here for you your pastors have prepared you to change the world in hundreds of years they'll write back about the change in the Ukraine that happened at the early portion of the 21st century it is yours your descendants will be great and the land you secure will be sure let's all stand up and receive in the name of the Lord Jesus Christ I release into every man and woman in this room the faith of Abraham I release into every man and woman in this room the covenant with Abraham in the name of the Lord Jesus I release the ability to take the land and I decree in Jesus name that you would have many children that your descendants would be great and that you would take the land to the north and to the south and to the east and to the west that the land would be yours that you would multiply greatly the prosperity and abundance would come to you and your household that you would be faithful and wise and that you would receive now in Jesus name now in Jesus name now in Jesus name be blessed be blessed and receive of the covenant hallelujah Аллилуйя! Не только физически, духовно, но и физически. Давайте начнем откладывать 5-10% из наших пожертвов, а мы из наших финансов, зарплаты. И будем видеть на будущее, не будем жить только сегодняшним днем. Мы будем инвестировать, бизнес, предприятия, будем покупать земли, будем покупать здания. Даже если они нам не нужны сейчас, они понадобятся завтра. Потому что это Божье Слово, мы должны овладать землями. Кто-нибудь слушает, мои оленя? Поэтому я высвобожаю это Слово вам. С этой годовщины, именем Иисуса, примите власть, примите силу и благодать. Продолжение следует... Продолжение следует...